Всем привет! Сегодня поговорим о психологии, о мужчинах и женщинах. Маленькие такие ширмочки, приоткрою секретики. И к туркам это в том числе относится. Очень многих девушек я слышу, я вот думала, турки такие. Вот это прям стандарт, это некий стереотип, очень часто встречается. Семейные любят детей. Дети здесь просто боги в Турции. Но вот когда у нас начали, например, родились дети, или у нас начались сразу проблемы, а муж оказался не такой отзывчивый, а нифига не помогает, меня не принимает, не понимает и так далее. Или он слушает только своих родителей, а его родители старого мнения, старых вот этих взглядах, лечения, педиатрии, питания и всего прочего. Если мы берем маленьких детей, да, воспитание своих взглядов. Он их только слушает, вот они семейные, а меня не принимают, или меня не слышат и так далее, так далее, так далее. Я вот думала, что турки такие семейные, оказалось не так. Вот смотрите, да, здесь больше любовь социальная, есть на показуху отчасти, да, социально приемлемая к детям. По своему личному опыту в других странах, и у себя на родине, в том числе, где я бывала с ребенком, и в других странах, здесь меньше будут фукать, пшикать что-то на детей в общественном пространстве. Дети воспитаны немножко по-другому, более щедрые, делятся легко, уступают, младших меньше обижают и так далее. Но это зависит от круга в Турции, где вы живете, какой у вас район, какие там соседи есть и так далее. Это очень зависит от социального тоже вашего уровня. В каком месте вы живете, что вы себе можете, скажем так, каких соседей и окружения себе позволить. Это, наверное, в отдельном видео надо, да, рассказать. Понимаете, есть определенные законы психологии, которые не важны, насколько любят детей. Турки – это будут граждане любых других стран. Мы все подвергаемся одним и тем же проблемам, одним и тем же кризисам. Они межнациональные, межсоциальные, межрасовые, и они межгендерные. Когда вступают в отношения мужчина и женщина, например, у них там свадьба, может быть, нет свадьбы, в общем, у них рождается ребенок. Казалось бы, ребенок долгожданный, запланированный, не снег на голову. Они реально этому хотели, беременели и так далее. Но когда рождается ребенок, и не зря у нас такие большие показатели социальной статистики во всем мире, где важен социальный статус пары, страны, в которой она живет и так далее. Самый большой процент разводов семейных, когда есть ребенок, до года. То есть вот этот кризис принятия ребенка, рождения, новой ответственности, новой роли далеко не все переживают. И очень у многих, большинства, есть вопросики и проблемки в этот период. Чтоб шито, крыто, гладко, без какой-то ругань и притирок, я вообще такой, наверное, не встречала. Я еще так про такое не слышала, честно скажу. Это индивидуальные моменты, но всегда должны себе покопаться. Очень часто наша психика избирательная. Мы помним только хорошее, а плохое мы со временем забываем. И всегда говорят, например, у нас было классно, мне муж помогал, ночью просыпался, ребенка кормил. Блин, я в это верю. У меня есть такие примеры знакомых, когда все классно. Но я причем знаю, что я помню прекрасно, что у них были плохие моменты, но психика избирательная, они уже сейчас подзабыли, что было еще и не все так хорошо и гладко. Почему это происходит? Один огромный секретик есть. Когда мы рождаем ребенка, производим на свет, это шок и кризис для каждого, и для папы, и для мамы. Это чувство ответственности. И неважно, первый у тебя ребенок, второй или третий. С каждым последующим ребенком этот кризис более мягко проходит, потому что у нас есть история опыта, это называется. Мы это проживали, мы как минимум уже меньше стрессуем, а особенно если это в первый раз, это вообще ничего не понятно. Особенно кто планирует детей, или сейчас беременны, или в ближайшем будущем у вас еще детей нет. Я вам сразу говорю, это тема каждого, и папы, и мамы. Одинаково, неважно, кто ребенка носил там, под сердцем, рожал и так далее. Говорят, ой, папа там у нас не предел. Да нифига, все при делах. Так вот, какой кризис? Когда рождается ребенок, каждый из родителей более-менее участвует в жизни этого ребенка, под одной крышей живет, неусловно родил и бросил, исчез из жизни. Это другое. Человек избегает сразу, с этим не сталкивается. Кризис таков, что когда рождается ребенок, все наши тревожности, страхи и опасные моменты, когда мы были в том же возрасте, как наш ребенок, бессознательно на фоне нашей долгой памяти, долгосрочной всплывают. И мы становимся тревожными, трясущимися, например, над ребенком. Мы вспоминаем, можем слышать в себе фразочки, слова, которые говорили когда-то наши папа и мама в отношении нас. И хорошо, если мы себя где-то прерываем, останавливаем, а-ля там к двум годам ребенка, это мы уже врубаемся, что что-то где-то не то я делаю, повторяю своих родителей. Но очень много родителей, которые живут, повторяют своих родителей на протяжении долгого времени, когда ребенок пошел в школу, в институт и так далее, а потом ты от ребенка слышишь, папа или мама, да ты как дедушка наш, или как твой папа, или как твоя мама, то же самое, да вы меня уже задолбали, отпустите меня в свободную жизнь, дайте мне выбрать профессию, например. Вот такой есть феномен, когда мы видим ребенка, за него болеем, тревожимся, трясемся, переживаем, мы на самом деле вспоминаем свои личные психотравмы, свои кризисы, которые были в нашем детстве, в том же возрасте, с ребенок, а-ля такая латмусовая бумажка. И когда вот это раздражение, недовольство, усталость, и все вот этот ком весь эмоциональный и психологический, складывается все воедино. И каждый, когда занят своим психологическим уравновешиванием, чтобы пережить этот кризис, и жена, и муж, поэтому они тогда отделяются. А причиной этого раздора может, да, быть ребенок. Ты не так там посмотрел, не погладил пеленки, ты не там вовремя поменял бутылку памперсов, всякая прочая бытовуха. Но на самом деле люди отдаляются в этот момент, потому что они заняты своим личным сохранением. У каждого из родителей в этот момент начинается программа максимум. Себя сохранить, не растрясти, не упасть в депрессию, у меня кризис, и мы возвращаемся, мы деградируем немножко в этот период. Мы за ребенка боимся, или если даже родители не занимаются тактически физически с ребенком, папа просто ходит на работу, приходит вечером, но в принципе наличие ответственности плачущего ребенка дома, то есть физически слыша, видя, нюхая, ощущая, обнимая и прочее, хоть какой-то короткий промежуток времени каждый день, каждый день, неважно, в любом случае он сразу же деградирует, человек, и вспоминает свои вот эти из подсознания, вылезают комплексы, проблемы со своими родителями, свои страхи, и проецируется это на окружающих, на ребенка, на супругу, на себя. И еще, я вам такой моментик скажу, у мужчин очень много ответственности, социальной и культурной, да, мужик должен содержать, и в принципе вот это ощущение, даже если никто никому ничего не должен, когда твоя, скажем так, напарница-партнерша выходит из строя на какой-то промежуток времени, она тупо физически не может разорваться, зарабатывать деньги и кормить там ребенка тут же в груди, что-то еще делать, она не робот. Само вот это ощущение ответственности, оно возрастает, и в принципе, может быть, мужчина с молоком матери впитывает, что он должен, обязан, т-т-т-т-ты, а перед этим есть некое ощущение громадьё, да, значимости этого момента, и когда рождается даже долгожданный, может быть, там выстраданный в ЭКО или еще где-то ребенок, прошедший там много всяких там лечений, обследований болезней родителей, чтобы получить этого ребенка, вот казалось бы, сосревшие родители, мужчина может пропасть, отдалиться, сбежать, все, что угодно сделать, отключиться от страниц, идеальный муж был, идеальное отношение, идеальная пара, друг друга любят, все такие, вау, удивлялись, какие классные детки, получится, и тут результат вот такой, потому что в этот момент бессознательно этот мужчина не был все равно готов к этой ответственности, и в тот момент, когда ребенок появился, он не то, что растерялся, можете даже, кто это проходил, девочки отметить, что первый день, два, три хотя бы, даже ответственно осознанный папа, он выпадает из жизни, он плачет, он закрывается, он исчезает, он может трястись с ребенком, быть рядом, попытаться помочь, но не знает, что делать, потому что, скорее всего, в первый раз и так далее, это тот момент, когда у него вот этот процесс несколько дней даже занимает, это не так, что лампочка, осознание себя, своей новой роли, ответственности, статуса своего, и принятие этих чувств и эмоций. Многие мужчины к этому чувству, если мужчина был эмоционально закрыт, подавляет эмоции, живет не по своим желаниям и так далее, и так далее, и так далее, или вообще не самостоятельный по жизни за него, папа, мама решали, потом жена и так далее, то этот мужчина вообще не умеет работать с внутренними ощущениями с собой. И когда у него это все накатывается, приходит, вот тут человека как бы родили, и ты к этому как бы причастен, дело даже не в том, что ты теперь должен его кормить, содержать, и там, та-та-та, институт отдавай, да, больше работы, денежку больше зарабатывать, трату тебе будет, не про это вообще, а про осознание вот этого процесса, у него поперли тут, вот они, личные внутренние комплексы, проблемы, страхи, тревожности своего детства, он в себе при этом осознает свою ответственность за ребенка, это огромные психологические стрессы, проблемы, и он не умеет с этим работать, он всегда подавлял, или избегал, и делал вид, что ничего не происходит, и для того, чтобы закрыться в себе, опять не встречаться с эмоциями, вот так вот все поубрать, это двинуть, этот мужчина отдаляется, у него избегание срабатывает, он больше задерживается на работе, вообще может вступить в другие связи, отношения с другими женщинами вообще, неважно, уходит, бухает с друзьями, неважно, или может сам, у меня ноги домой не несут, а там вот, и для часто очень, для снятия опять ответственности, это же проблема ответственности, и чтобы не быть плохим, и снять с себя ответственность, они часто начинают винить жену, напарницу свою, партнершу, самого ребенка, там родителей, которые просто физически приходят помогать, он говорит, вот меня дома нет, меня оттесняют, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это все правда, но это не такая катастрофа, то есть условно, если мужчина хочет участвовать, он будет, ему ты ничем не отодвинешь, от него никогда не откажешься, было бы желание, как говорится, но очень часто мужчины под этим, скажем так, камуфлируются, у меня недавно был разговор с семейной парой, я не занимаюсь семейным консультированием, это просто мои знакомые, мы про это говорили, про браки, про разводы, про детей, что всем в принципе это трудно, это просто огромный психологический стресс, появление ребенка, рождение, не только физически, ты это все что делаешь, этому очень мало уделяется внимания, об этом мало говорят, все говорят о сонных ночах, бессонных, о ГВ, там не знаю, о молокостазе, о смесях, о какашках, о газиках, до года, вот этой всей фигне проблемах детских, но никто не говорит о родителях, и то, что они переживают в психоморальном, эмоциональном состоянии, что с ними происходит, какие у них эмоции, что сейчас с этим делать, об этом разговоров вообще практически нет, и я считаю, что это недопонято, вообще тема не раскрыта, из-за этим очень многие проблемы кроются, на самом-то деле, причины вот эти, вообще о них не говорят, и вот с семейной парой, мы это и разговаривали, у них довольно-таки доверительные отношения, ее супруг спустя, я не знаю, сколько лет, там у них уже года три с половиной прошло, после родов ребенка три, он сказал, я говорит, офигел, я вообще сам, я говорит, ощущение, что вот эта пострадовая депрессия происходила со мной, а не с моей женой, и он, кстати, турок, я не знала, что это не только тяжело физически и морально, что у меня внутри в голове столько мыслей будет, я не знала, как с этим справляться, я жене, говорит, пойду что рассказывать, она вообще вся с ребенком занята, и обратиться некому, и, короче, я остался наедине со своими вот этими эмоциональными внутренними проблемами, я, говорит, у меня ушел примерно год, чтобы вернуться в свое прошлое состояние, каким я был раньше, еще там до беременности своей супруги, и, говорит, самое, говорит, интересное, меня начало накатывать, вот беременность, она очень долгожданная, все классно, как ближе к родам, все нормально, а потом, как ближе к родам, страх этих родов, то есть, условно, она писала то же самое, что очень многие женщины переживают, и это, кстати, в хороших, доверительных, в партнерских, гармоничных отношениях происходило, разделение это полное, а представляете, если отношения проблематичные, нет доверия, партнеры там, не знаю, по каким-то причинам другим вместе, они по суперогромной любви, обоюдной и так далее, представляете, как это еще хуже, труднее, там, если ваш супруг турок, или какой-то такой национальности, или страны, вы уверены, что они все семейные, будут помогать и так далее, не забывайте, что это тоже человек, у него свои тоже личные кризисы существуют, рождение ребенка, это огромный, в первую очередь, психоэмоциональный момент, это огромный кризис, принятие ответственности, новая роль, и с каждым последующим ребенком это происходит мягче и легче, только по одной причине, потому что это уже не новое, а я в этом был, у меня есть опыт этого, и в принципе, более-менее, в первый раз я не умер, например, я год пострадал, но еще я примерно понимаю, то есть у нас уже есть ощущение каких-то рамок, границ вот этого, что происходит, поэтому я честно посоветую тем, кто столкнулся с проблемами в отношениях после рождения ребенка, не принимайте горячих, поспешных решений, подождите два года, хотя бы первый год, полтора к двум годам ребенка и вот этого состояния, будет понятно, меняется что-то или нет, очень высок процент того, что все вернется как минимум, на круги свои они сразу вернется, но вы почувствуете сдвиг, что начало возвращаться как раньше, на самом деле, когда ребенок начнет расти, от вас отделяться, вы тогда и почувствуете, что все немножко лучше уже, вы с мужем больше, например, сближаетесь, или меньше у вас каких-то претензий, друг к другу становится, вам становится легче, и вы возвращаетесь на тот уровень, который был раньше, обратите на это внимание, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с этими ощущениями, боитесь ли вы их, если с этим еще не сталкивались, но и просто хочу снять с вас некий страх, вы не первые, не последние, и все это переживают, так что все по плечу, в общем, не расстраивайтесь, ничего здесь страшного нет, главное, предупрежден и вооружен, понимать, что такое может быть, чтобы не растеряться, тем самым вы какую-то некую ответственность снимаете со своего партнера, ему так попроще будет, и понимание между вами больше будет. Спасибо за ваше внимание, жду ваших комментариев, в инфобоксе под видео я всегда оставляю свою почту, если вам нужна моя консультация психологическая, напишите на почту тема письма консультации, мы с вами пообщаемся и договоримся. Спасибо за внимание.